Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Портнов, и у нас сегодня новости планеты и Соединенных Штатов. Женщина погибла недалеко от штаб-квартиры компании Apple. Дело происходило в городе Купертино, именно там находится штаб-квартира компании Apple. 44-летняя женщина погибла в результате того, что попала под упавшее дерево. Группа людей двигалась по тропе в парке, дерево упало, все целы, но вот одна, единственная женщина, она попала под это дерево, ее долго не могли оттуда достать. Приехали спасатели, но в конечном счете, когда ей пытались оказывать первую помощь, она в это время скончалась. США смогут бомбить наркокартели в Мексике. Такой законопроект предлагает сенатор-республиканец, фамилия его Грэм. Он говорит, что мексиканское правительство самостоятельно не в состоянии справляться с собственными наркокартелями. И на днях четыре американца были похищены в Мексике. Они приехали просто для прохождения лечения. Это довольно распространенная форма. Четыре человека были похищены. Считается, что это произошло по ошибке, они никакого отношения не имели ко всем этим делам и разборкам. Тем не менее, их похитили, и сенатор Грэм сказал, что он готов выдвинуть такой законопроект, который позволит американскому правительству просто бомбить эти самые наркокартели. Скопление водорослей протяженностью 5000 миль. Это в два раза больше, чем континентальные Соединенные Штаты. От Африки до Мексиканского залива. Вот это скопление водорослей движется потихонечку на запад, угрожая потенциально пляжем Карибского бассейна, Флориды, Мексиканского залива. Ученые ведут наблюдение, но предполагают, что к июлю вот эта масса водорослей выкинется на пляжи и может сорвать курортный сезон. В течение месяца, с декабря по январь, размеры вот этого скопления водорослей удвоились. Возможно, такие вот явления связаны с глобальным потеплением, в частности, с повышением даже незначительной температуры воды в Атлантическом океане. Тесла, друзья, продолжает снижать цены на свои автомобили. Буквально вот на днях на веб-сайте компании было объявлено, что модели S и X, цены снижаются на них на 4,9% соответственно. И вы можете сказать, ну что такое 4% и даже 9%. Дело в том, что в январе уже было снижение на 20%. Таким образом, мы имеем, считай, там 25-30% соответственно буквально вот с начала года. И на радость тем, кто хочет приобрести Теслу, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, что обостряется конкуренция на рынке электромобилей. В штате Калифорния на подходе законопроект, который ограничит стоимость ампулы инсулина 30 долларами. Сейчас такая ампула, если покупать без страховки на свободном рынке, такая ампула стоит 300 долларов. И вот это снижение цены будет осуществлено не за счет того, что производящая инсулин компания просто снизит цены, а за счет того, что есть другая компания, другой производитель, который берется производить, отпускать этот продукт по такой вот невысокой цене. Инсулин производится уже свыше 100 лет в Соединенных Штатах. И, в общем-то, производство его недорогое, но считается, что супер качественный, очень качественный инсулин стоит дорого. Вот сейчас этому брошен вызов, и мы посмотрим, чем все это закончится. Но, во всяком случае, первый шаг уже сделан. В книгу Гиннесса можно попасть за посещение парка Диснейленд. Именно это произошло с жителем Калифорнии, ему 50 лет, и зовут его Джефф Райтс. Джефф Райтс посетил парк Диснейленд за 8 лет 2995 раз. Каждый год он приобретал пилет на один год и уже пользовался этим абонементом на всю катушку. И вот попал в книгу рекордов Гиннесса. И чтобы туда попасть, друзья, об эту книгу рекордов Гиннесса, надо, конечно, документировать все эти посещения. То есть он не просто ходил со своим этим билетиком, абонементиком, а он реально все документировал. Вот он теперь в книге рекордов Гиннесса. Опубликована статистика о посещаемости национальных парков США. Их всего 424. Самым малопосещаемым парком оказался единственный парк из 424, который находится южнее экватора. Острова американские Само. Там есть вот такой национальный парк, так он и называется. И находится он на трех островах. Из-за ковидных ограничений там резко снизилось количество посетителей. И в прошлом году там было 1788 посетителей, что где-то почти на 80% меньше, чем в предыдущем году. Вот такие есть парки национальные. Сейчас в Кремниевой долине, в Калифорнии в целом, идут сильные дожди, очень сильные ветры. Обычным делом стало, что вот падают деревья, они падают на линии электропередач, они падают на дороги, работают всякие службы городские, которые этим всем занимаются. Но вот бывает даже такого трагического уровня все достигает. И люди, которые живут в Кремниевой долине, они просто в шоке. Как такое вообще могло произойти? Откуда все такое взялось? Никто даже вспомнить не может, чтобы такие вещи когда бы то ни было происходили. Ну и под конец, друзья, американский анекдот. Два ковбоя сидят в баре, никого не трогают, пьют пиво. Заходит лошадь. Лошадь так следует к стойке, берет стакан виски. Одним махом туда его раз, закусывает огурцом. По потолку, друзья, по потолку покидает бар. А шалевшие ковбои смотрят на это. И один говорит, ты знаешь, вот сколько на свете живу, но никогда не видел, чтобы виски огурцом заедали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова